Потому что облетали вокруг Москвы икону животворную, молитва была. Мы возносили молитву к Богу, и Господь еще помиловал нас, еще до сих пор милует, слава Богу. Слава Богу, мы живем в мирное время. Это просто каждый день молюсь об этом. Благодарю Тебя, Господи, что мы еще живем в мирное время, что над нами не разрываются снаряды, что мы спим спокойно. Аминь. А надминия-то какое? И до сих пор она остается. Вы победили, победители живут, побежденные живут лучше победителей. Да. Можно, да? Да, да. Без обману. А что, был обман? Нет. Это просто как послесловие такое. Значит, вот такое у меня мнение, что мы сейчас идем маленько неповердному пути, и мы здесь сидящие. Почему? Мы говорим о надмении. Правильно? Это очень серьезно, потому что гордость – мать всех пороков. Все знают. Мы сейчас здесь сидим и пытаемся, ну, как бы разобраться в глобальной проблеме. Проблеме вселенского масштаба, с которой даже Господь при всем своем величии, ну, ничего не делает. Будем так говорить. Он это все оставил на волю человека. То есть у человека есть воля. Мы пытаемся эту волю сломать. И человека починить своей воле своему убеждению. Я убежден, что должна быть любовь на земле. И пытаюсь всем это забить в голову. Не важно, каким гвоздем, стальным, латунным бродом, не важно, чтобы все любили друг друга. А вот, извините, журнал вот здесь вот был, душа, где? Все, правильно. Нет, вот он. Секунду, я сейчас, буквально одну секунду. То есть вот, я к чему, почему мы здесь не хотим задуматься, а мы ненадменные ли сидящие здесь? Вот здесь сидящие. Я не то, чтобы там кого-то обвинить. Я и сам себя считаю. Я себя ловлю на выставку. Потому что вот, к примеру, на работе у меня, да, ну, там Библию никто не знает. Даже и в руках книжек. Набиваешься, а может, знак. Вот. И подходят и спрашивают. Я говорю, ты знаешь, я сам-то, ну, может, ну, пять раз я ее прочитал, может быть. Ну, не считал. Конкретно, нет, конкретно я прочитал один раз от корки и до корки. Это сто пудово. А потом уже, ну, а вот эта книга, интересно, паралит подменов. Открываю, начинаю читать, прочитал. И я думаю, что пять раз я ее прочитал. Они спрашивают. Все, я чувствую, меня начинает это распирать. Что вот ко мне подходит, понимаешь, что я мудрый. Вот. А здесь вот, понимаете, ну, душа. Ну, все говорят, что хороший журнал. И, наверное, читали, вы понимаете. И вот, вот сейчас я ее прочитал. И меня это коснулось. И я вот посмотрел, вот, а правильно ли мы здесь рассуждаем. Вот теперь смотрите. Может, я не прав. А ежели... То есть вот. И еще одно правило я для себя вывел из святоотеческих наставлений. Помогай увидеть грехи лишь тому, кого по-настоящему любишь. За кого готов живот свой положить в ту жизнь, как Христос за нас? Он отдал свою жизнь, будучи в теле человеческом. Правильно? Правильно. Святые любили всех без различия. Уподоблялись в этом Богу. А ежели ты не свят, но видишь чужой грех и желаешь помочь человеку исправиться, подумай. И постарайся честно ответить самому себе. На что ты готов ради этого человека и его исправления? Насколько дорог он для тебя лично? Ведь мало просто помочь увидеть. Нужно еще и помочь преодолеть. Встать рядом. Подставить свое плечо. Ну, чтобы преодолел человек. Правильно? Какой-то грех. Там пьянство, курение или что-то. А это значит, что ты неизбежно понесешь часть воздаяния за его грех. Того человека. Ну, а вот сейчас вот это обсудим. Оно близко к тому же, что мы читаем. Вот. Тебе придется пострадать за него. Взять на себя часть его ноши по закону любви. Если же ты не готов на это, воздержись от обличения чужих грехов и подумай лучше о своих собственных. Все. И вот у меня часто такое бывает. Вот что-то начинает. Это же дома с женой то же самое. Бог мне дал такую власть. Я ей могу рот закрыть. В любой момент. Власть удано мне от Бога. Как священник говорит. Правильно? Прощай с тебе грехи твои. Только я простить не могу ее грехи. Я просто... Ну, вот так вот. И у меня бывает просто, я знаете, по злобе. Ты с кем это перечишь? С мужем? А я для тебя Бог почти на земле. То есть после Бога я. Она осекется. А мне потом стыдно понимать, что я... Ну, употребил власть. Может быть, даже и не к месту. И не вовремя. И прочее, и прочее. Так вот. И мы вот часто вот, ну, на улице или где-то. Вообще не с другими людьми. Ты понимаешь? Да, я... Привет. Вот сейчас великий пост будет. Представляешь вот? Пять недель. Я буду свой организм извращать и прочее. А вот это уже в журнале написано. Говорят, а такого постника легко увидеть в храме. Он стоит весь печальный. Нахмуренный. То есть я вот уже три недели не ем, не пью. Уже всех тараканов дома извел голодом. Понимаешь, в чем дело-то? Не надмение ли это? То же самое. Помашь елеем голову. Радостное лицо должно быть. У нас наоборот все строго. Там себя загнали, зациклили. Вот это, мне кажется, надо разобрать. А то, что там эти наши власть делают. Да. Не знаю я, верующий он или не верующий. Вы понимаете? Ну, мы только что сами сказали. Выиграли войну, потому что обратились к Богу. Якобы. Не знаю. Если те люди, которые нам оставили такое христианство, обращались к Богу, верующие ли они? Ведь практически, как говорят, развалины остались. Да. Отдельные люди есть, конечно, и много. Тысячи, может даже миллионы, которые веруют истинно в Бога. Но так вот, что тогда были верующие, сейчас нет верующих. Мы, мне кажется, вот сами себя там вознесли, это нам уже эти крылья мешают. Они нам просто мешают. Потому что святость такая, рубаха лопается у нас. Или там что-то. У меня вот это вот часто бывает. Вот понимаете? Вот сейчас вот канал Дождь закрыли. Именно из-за этого. А стоило ли сохранять город Ленинград тогдашний? Ради того, чтобы, ну, Кутузов, ничтожесть, умняшийся, Москву отдал и все. Да пусть они едят эту Москву. Пришли, а там даже мышей нету. Вот и все. А у нас, понимаете, конечно, жертвы... У меня сам дед, 14 февраля, он погиб под Ленинградом. Защищает этот город. Да. Это дед Лука. Это, ну, память о нем, ну, не то, что свято. Но он для меня достойный человек. Потому что мне мать, вот как про него рассказывают, это был, ну, действительно русский человек. Неверующий он был. Там, в чем-то он даже в тюрьме сидел одно время. Там, за, ну, невоздержанное поведение. Там, начальнику в лоб дал в то время. Сел в тюрьму на год. Тем не менее, он все равно человек достойный для меня. Потому что он, ну, здоровый. 35 лет он все и голову сложил. За что, казалось бы, правильно, а победители лучше живут. Ведь выиграть и победить, это две разные вещи, опять. А мы опять вот надбиваемся вот этим, вылазим куда-то. Вот мы хорошие, мы плохие. Давайте внутрь себя-то, внутрь себя, вот каждый вот. И мне чем понравилось нынешнее собрание, это самое лучшее собрание. Потому что много людей высказали свое мнение. По какому-то вопросу. Понимаете, в чем дело-то? Что каждый должен для себя усвоить, а на правильном ли он пути? Правильно ли мы понимаем понятие, даже само понятие грех? Правильно ли мы его понимаем? А кто-то, я святой, что бы я ни делал, это не грех. Ну, я верующий, православный, исповедуюсь и причащаюсь. То есть, почти что ним у него над головой. А на самом деле, ты уже этим согрешил пред Богом. Так ведь? Аминь. Я все сказал. Брат, я вот только не увидел, так сказать, противоречия между твоими словами и тем, что мы здесь говорили. Нина Александровна говорила. Ну, я тоже не вижу вот этого раздела такого, что вот то и то, о чем говорили. Но мне хочется вернуться вот к тому, что ведь мы начали говорить о том, что вот знание вызывает надмение, порождает надмение. И возникает еще, знаете, вопрос, а чем тогда вот надмение и тщеславие, как их разделить? Вот что это такое? Это синонимы. Да? Да. А я сижу и думаю, а как тогда, вот вы зачитываете, вот чем определяется, какие качества предумы? Горды, тщеславные, это синонимы. Вот, вот. Это одно и то же. А я думаю, а тогда как же тщеславные? Это все связано с тщеславием. Да, да, да. Правильно? Другое дело, что мы читали, вот только в седьмой главе читали о том, что Господь нам через апостола Павла говорит, и вы не свои. И душа наша, она Богом дана нам, и тело нам дано Богом. Чем нам тщеславиться-то, вот в принципе-то, чем гордиться-то, если уж по большому счету. А знания наши, правильно сегодня говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Вот когда ты так говоришь, и не только говоришь, но и чувствуешь это, как сейчас только брат сказал, тогда ты постоянно думаешь, а не надмеваюсь ли я своим знанием. Да, брат? Я хотел бы вместо Писания зачитать. Второй Тимофеев, четвертая глава, с первого стиха. И так заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлением Его и Царством Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием. И так далее. Это говорит он апостолу Тимофею. Но, а кто такой апостол Тимофей? Мы о нем узнаем только от апостола Павла. Ну, Слово Божие живо и действенно во все времена. Да, это человек, который себя проявил в благовестии. Об этом и написано. И какие-то вопросы у него были. Апостол Павел пишет, какой должен быть благовестник? Учители, не злобив, кроток, с кротостью направлять противников, не даст им Бог познания истины, чтобы дьявол не уловил их в свои сети. Теперь дальше. Если ты это делаешь, если ты благовествуешь, если ты идешь ко всем людям, независимо от того, кто там, сильно ты за него желаешь умереть, не сильно, некогда разбираться, братья. Нужно идти ко всем, к любым. Любишь ты его и не любишь. Любишь, не любишь. Вот идешь ты по улице, и ты в одно мгновение можешь быть супер христианином. И в то же время, может быть, упадешь ниже адских врат. Потому что идешь и смотришь, там бомжара какой-то, слюнявый весь там шарится. И ты думаешь, ху, господи, да как же к такому подходить-то. Это нет, это не тот контингент. Нужно мимо пройти, и побыстрее воняет от него. И проходишь, бывает. Хорошо на сердце, если еще, увы мне, а если я так сам буду, и вот у меня вот это вот будет. Ну так не был же, там уже шепчет тебе. И я вот иду такой, и потом вижу, навстречу какие-то там идут люди. Ну, не бомжи, простые люди. И уже ты забыл об этом бомже. Забыл просто напрочь. Потому что другие люди, а тебе же дальше действуют. Ты на евангелийский путь вышел. Достаешь визитки, протягиваешь, начинаешь говорить. Что-то с тебя спрашивают, отвечаешь. И все, я уже забыл этого бомжа. Я его вспоминаю на ложе своем. Когда ложусь и думаю, а согрешил я. Чего бомжу-то не подошел? Ну, дал бы бомжу. Ну, ты же тогда давал. Ну, а что теперь уже по пути попался? Он тоже человек, он достоин. Вот приходил там, вот этот Юра. Он такой же был там, где-то. Его кто-то из католиков пригласил. Он пошел к католикам. Кто-то из католиков с ним поговорил по-человечески. И вот такое, брат, оно бывает у нас всегда, я тебе отвечаю. Да, я бываю надменным. Супер надменным бываю. Это бывает, может, секунда. И я тут же себя ловлю. Так это надмене же, ты понимаешь там. Ну-ка, ты давай-ка свои знания-то поубавь. Вот эти вот необыкновенные, что ты все знаешь там. А что знаешь? Знаешь местописание? Скажи местописание. И меня сразу направят в местописание. Если ты говоришь по слову Божьему, обличаешь, назидаешь, во время и не во время. То есть во время и не во время. Когда? Вот идешь ты, и у тебя вот это вот искушение на тебя нападает. И не смог ты его преодолеть. Это, ну это понятно, что это тяжелый случай. Это грех. Это каяться надо. Все. Ну дальше-то жизнь продолжается. Она дальше течет. Теперь ты изменился. Ну теперь дальше другим проповедуй. Третьим. Потом смотришь, и опять к бомжу-то подошел. Там их двое уже. Да и не просто подошел. Они сами на меня уже вышли. Вроде как будто Господь посылает. Ну раз ты покаялся, на тебе двоих. Мужчина с женщиной. Все они вот такие, синяки там. Все как надо у бомжей. И ты уже с ними беседу. А что это у вас? Они еще спросят. И сами еще руку протянут. Возьмут эти там квиточки. Там скажешь им о Христе. Да, да, да. И вот они начинают что-то креститься. Мы верующие. Смотришь, что-то у человека есть. Может быть их слова эти на путь покаяния. Но откуда у них в наших визитках? Откуда у них компьютеры? Да нет у них ничего. А Евангелие им давать? Евангелие давать. Ну а возьмете Евангелие читать? Возьмем. Ну возьмите Евангелие читать. Смотришь, у них уже Слово Божие есть. Так я же не могу одним быть только вот таким вот. Таким. Целенаправленным за всех умирающим всегда. Да я и не помню, умирать надо или не умирать. Сейчас мы будем эти рассуждения рассуждать. Потом, брат, извини, я тебя обидел немножко. Там вот брат прочитал, что если ты вот возлюбил пьяницу там или наркомана-алкоголика, ты должен понести его-то как бы как бы труд. Крест, да, какой-то вот труд. А попробуй пожить с алкоголиком хотя бы неделю. Это ужасно. Ну и еще я хочу про войну сказать, что мы тут как раз и говорим о том, что чтобы не было войны, не надо было надбиваться всей стране. И они выиграли мы войну не потому, что начали молиться Богу. Я думаю, что, я об этом очень много думаю. Я столько военных фильмов пересмотрел, особенно документальные мне нравятся. Я смотрю туда, всматриваюсь в эти лица, как вот все происходило. Думаю, ну как две таких огромных державы, два даже разделения земли, вот так столкнулись с албами до тех пор, что бились, друг друга грызли. Вспоминайте один армянин, разведчик в Сталинграде. Вот так немножко еще язык коряло. Маленький такой сам. А как вы там выстояли? А вот хорошо, я маленький такой вот там. А вы там друг от друга были, вот как граната долетает. Вот так мы, говорит, были. Вот там немцы, там вот немцы, тут они, там тут мы. И вот мы, говорит, часто с ними там рубились. Там его спрашивают, как рубились-то? Ну, там же, говорит, плохо махать, везде много там всего. И мы, говорит, лопатки, у них не было лопаток, а у нас, говорит, лопатки. Наточишь так, острый такой прям, решет так, щик, так рассказывает еще. И вот мы этими лопатками, как ему, знаешь, по черепушкам вот так вот, бах. Я много порубил, много, двадцать, может, больше порубил. Они боялись нас, а, зайчики, говорит, заверещат, а мы лопатками их. И он такой, и такой еще, ха-ха-ха, такой смеется. То есть он вообще перерожденный человек. Вот этот человек, когда он обратится к Богу, может, дай Бог ему покаяться во всем, никакого покаяния, конечно, там нету, и у многих из них нету покаяния. И те, которые погибли, воины, дедушки наши, бабушки, отцы, кто бы там ни был, они убийцы, запомните. Они настоящие, они убивали. Вот как я сейчас, как этот рассказывал, армянин, они все такие были, они без покаяния умерли. И, конечно, не ради них, но выиграли мы. Но ради того только, что Господь забирает не просто какой-то победой и непобедой, он забирает поражением на внутреннем, на нравственном уровне и количеством жертв человеческих. Сколько у нас людей умерло? Мы за ценой не постоим. Да, мы не постояли. Господь разрушил все это надмение. И чем? Кичились большим количеством народа, большими территориями, большими запасами. Все это ушло вовжиг. Сколько этого металла, сколько всяких хороших материалов, которые пошли бы на пользу, все исчезло в прах. Так, если бы мы сразу не надменивались, этого бы ничего и не было. Но надмение нас докатило вот до того, что мы увидели в 1905 году. Потом надмение еще больше оказалось. И церковь здесь тоже приняла первое же участие. Дальше 17-й год революция. И дальше все надмение привело к 41-му году. Да Господь нас выжил просто полностью. Что тут говорить-то уже? Какая победа? Об этом мы говорим, что не было никакой победы. Можно? Да, Бля. Вот ты, брат, правильно сказал, что иногда мы начинаем беседовать или что-то. Нам более приятнее общаться с человеком, который нам приятен внешне. Правильно вот ты сказал? Что бывает такое вот, что к нему и подходить там. Да как вот сидит он тут, пиджак такой драный у него там. И прочее, ну к примеру сказать, да? Понимаете? Он тебе не симпатичен, и мы к нему не подходим. Да и к нам точно так же относятся, вы понимаете, Люди? Когда человек становится надменным, и к нему так же относятся. Ты понимаешь, он говорит, да что я с ним буду разговаривать? С ним слово невозможно. Он там весь вот из себя напыженный, как ежик, из него все это торчит. Слова доброго не вытянешь. У него все, он на работе. У тебя только все. О смерти, да о смерти. Ты что больше ни о чем говорить не можешь? Я говорю, да мне уже 60 лет. Седьмой десяток разменял. Мне только о ней думать. Осталось-то на одну заварку жизни. Все, больше ничего. Правильно ты говоришь, брат? Я вот приведу пример. Иду я по улице Анатолия. Переди меня идет дама, это было летом. Она в шортах, она такая вся вот, ну, жарко, понятно, да. Я тут с обличением к ней, да, с такими словами. Увидел, увидел. Да. Ты еще мне тут будешь говорить квазибода. Получил и чапка. Получил. Декабрь. Да, чапка. Так что вот так, конечно. А вот по-другому подошел бы. Может быть, ты завязался бы беседой. Да. Ну, не сумел подойти. Так что, конечно, надмение было бы тебе подошел бы. Зардыня, да. Я тут такой вот бесправедный. Сейчас бы лет на 15 тебя отлучили. Если бы ты по-другому подошел. Не, ну, в данном случае мы видим, четвертое царство. Никто там, пророк Исаия, там ничего не говорил. Давайте как-то потихонечку подойдем к этому царю ассирийскому. Он конкретно сказал, он написал письмо это. И положили перед алтарем Господним. Вот как все было сделано. И Господь презрил на все это дерзновение. Что там, как говорится, рак это за камень заводить? Это русская пословица, не надо там ничего думать об этом. Не надо его туда заводить. Он сам там уже сидит, этот рак. Все уже и так понятно-то. Ну, сказал, обличил, обличил. И я, брат, я приветствую тебя, что ты подошел и обличил. Дерзновение называется. Я говорю не о том, что не нужно было это делать, обличать. Но нужно было с умом это сделать. Может быть и можно иногда. Но иногда есть такие непримиримые люди, которые, они тебя называют дикобразом. Меня так назвали тоже дикобразом. Молодые девушки там проходили. Просто я даже к ним и ничего и не говорил им. Просто мимо проходил. И мне так... Они мне за здорово живешь навалили. Жаль, что я, конечно, не дал им визитки. Очень сейчас сожалею. Поэтому теперь раздаю. Стараюсь чаще. Чтобы за дикобраза не просто так получал. А они сами дикобразы внутри. Ты их не переломишь никак. Уж сколько останавливались и беседовали. И в конце беседы тебя все равно вот так вот ушатом помоят, обольют. Что-нибудь доска. Да вы не такой. Да вы какой-то немирный. Да все, у вас какие-то законы. Да нам зачем это надо. Да я и так без вас в церковь нормально хожу. Что вы мне тут будете учить? Как ходить, как не ходить. Они сразу все знают. Я что могу теперь уже здесь сделать? Я сказал то, что вот... То, что прочитал здесь к апостолу Тимофею обращение. Это к каждому из нас стремиться к этому нужно. Настоять. Следующее. Там следующее слово. Два слова-то. А то занятие к концу идет, а мы еще не... Про любовь еще не говорили. Не вообще про любовь. Это очень интересно. Да? Да еще раз, этот же стих. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что все мы имеем знания. Тут важно. Знаем, потому что все мы имеем знания. Но знания надбивает, а любовь назидает. Ну, брат, про любовь, пожалуйста, говори. Ты мне что ли? Да ладно. То есть, хотел слово прочитать. Ну, хотел. Все об этом хотят поговорить. Что такое любовь? Я в Симферном прочитаю. Да. Это одно из имен Бога. Любовь. Прочните, и хорошо будет. Только каждый к себе применит. Да, Игнат Тихонович. Тут я слышал слово дикообраз. А что, оскорбление такое или что? Обиделся он, брат. А ну-ка, расскажите про это животное. Чем оно плохое перед другими? Если бы тебя назвали орлом, внутри было бы другое уже. Орел бы был. Распарил бы. А дикообраз, он знает, что он хуже орла? Да нет, конечно. Он даже не знает, что он дикообраз. Игнат Тихонович, вы говорите сразу все, что думаете. Мы-то знаем, что вы не простой человек. Знание. Раз знание. Сейчас говорили о знании маленько. Я хочу про дикообразов услышать. Это очень редкое животное, дикообраз, кстати. Оно в Красную книгу занесено. И только поэтому и назвали дикообразов, что редкое. Редкое. А, нет, у него очень интересные иголки пойдут по спине. Ну, не только по телу много. Но его назвали-то люди так. Почему они назвали таким словом его, которое сегодня ассоциируется с чем-то... Потому что у меня борода не бритая была, ну, то есть не подровненная. А вот такая же, как у вас, вот сюда вот вся, вот видите. У меня неровная тоже. Игнать Тихоновича неровная. Неровная борода, это значит, как будто иголки, как у дикообраза. И вот они пытаются этим обидеть. Сказать, ну, что ты как дикообраз? Ты будь как все нормальненькие, чтобы мы ушли на встречу, улыбнулись себе. Ты нам подал визитку, рассказал о Христе, мы приняли это все. Ну, ты наш, мы ваш. Как, помните, эти были адвентисты в 2004 году. И там была с Горноалтайская дочь адвентистского пастыря, которая у меня вырывала визитки и рвала их. Вырвала несколько штук. Прям сзади подходит, со мной так играется. Я уже, говорю, подошел, это, вижу что-то они там. Я подошел, говорю, а это, говорю, кто вам такая? А она армянка. И он армянин. Он, это дочь моя. Я говорю, и такой, главное, довольный такой. А она таким бантиками, вся бантиками, у ней всяких ленточек на голове понавешана куча. Тут бейджик такой, ну, в такой короткой юбке. Я говорю, она, говорю, у меня визитки вырывает, говорю, и рвет. Он такой, ну, что же, а зачем вы тут стоите? Мы же тут все откупили, это все наше. Начинает разговорить. Я говорю, а зачем она, говорю, вся развесилась, говорю, как карусель какая-то? Я говорю, вы тут о слове Божем собираетесь говорить? Зачем у ней бантиков, говорю, столько вот этого понарезано? Как определить, что верующей она нет? Я говорю, поэтому она меня обхитривает, говорю, подходит. Я думал, что нормальные люди, она прям вырывает, вот так и рвет их. А она такая, ну, а на вас, говорит, кто будет смотреть? Ну, вот, а я-то такая же, как все, видите, как все. Я подойду к любому, поговорю, и меня примут всегда. Все хорошо. Вот на примере прям показала, как это все нужно делать. Она для всех сделалась, всем. Оделась, разделась. Надо там еще штаны оденеть, еще надо побреяться на голову. То есть в любой момент, только изменись мир, и я весь изменюсь. Вот он и дикобраз получился. Пожалуйста, Игнат Ильич. Дикобраз-то про себя бы сказал, ты что-то положительное. Я к тому, что если тебя назвали дикобразом, ты должен знать что-то положительное дикобраза и сказать, хорошо, как дикобраз, я сейчас покажу мое преимущество перед вами. На дикобраза даже лев не нападет. Дикобраз никогда не нападает на домашний скот. Он нигде не нападает. Дальше. От него, как от лисы, нигде заразы не бывает. Я дикобраз. Но определите, кто вы теперь. Мы все в зоопарке, в земной этой жизни находимся. У дикобраза полезное вот что. Чем он питается? Дальше. Он почти неуязвим где-то. В общем-то, я согласен. Но теперь скажите, кто вы. Как они все рассвели меня дикобразом, назвали? Я им как развернул этого дикобраза, и каждый захотел быть дикобразом. Вот к тому и говори разговор. Вот в этом-то вся суть. Вот вчера у меня этот разговор был с Лондоном, с этой Сиригой. Так уже пошли отзывы. Да это надо уроки такие преподавать. Я просто говорил то, что, как всегда ведешь, конкретно выстроить встроенную программу, что, зачем, что самое главное. Попытайтесь отвечать. Он не отвечает. Я как бы от его лица вижу, что он очень серьезный. Если бы он был не серьезный, я бы свернул на легкую дорогу. Я взял самые трудные вопросы. И он их прямо берет так. Я вижу, он все больше с таким накалом, с желанием слышит. Готовый товар. Я вижу, это благословенный человек. Но мне не раз пытались православные отыграться. А что, по-вашему, у баптистов Дух Святой есть у адвентистов? Мы определять не будем. Я знаю только одно. Никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вы это верите? Верите. А они Иисуса признают Господом. Вывод. Пол предложения вы признали. И они говорят, да, мы признаем Иисуса, называем Господом. А дальше, дальше ты хочешь, не хочешь, вступает в силу вторая часть предложения. Никто. Только Духом Святым. Только Духом. Умом нельзя это назвать. Ну и что? Ничего. Вот сначала с этим согласитесь. Что я не виноват. Я считаю, что наркоманы, они работают с наркоманами, обращаются. Это влияние Духа Святого. Так что они тогда спасаются? А спасения речи нет. О том, что это труд Духа Святого. Всякое доброе даяние от Отца Света. Вы считали такое? Ну да. Но это доброе даяние. Нет, они кормят. Бывают люди, ну некоторые бомжи, а некоторые действительно потеряли все. Им жить не очень. Они кормят их, когда мы были у этого, колганов, тогда мэр города был, собирали религиозных деятелей. И помните, какой-то встал такой мышеченка. Я думаю, кто он такой-то? А они какая-то секта. А мы каждый день кормим 300 человек. 300 человек? Да где же у них отпускают средства там? Кто, я не знаю, откуда они берут. Это надо накормить. Это сколько чашек ложек? Вот 300, ты понимаешь? Вы здесь тут, когда кормите, то сколько времени уходит, пока протрете чашки? А они каждый день чужих, бомжей, вшивых и разных. От Отца Светов. А вот что не доводят до конца, это вопрос другой. А как до конца? Они должны войти в церковь. А церковь только там, где есть благословенный епископат. Я вчера этому говорил. А вы знаете, где нет? Православие, католицизм, Григорияно-армянское, апостолическое, Копское и Сирское. Вот пять. За пределами их церкви нету ничего. Вот это церковь. И почему Бог так и сделал пять пальцев, может быть, и от этого так и... Пять ветвей из одного дерева растут вот они. Больше нет ничего. Я гляжу, он записывает. Я говорю, вы это сохраните только, а потом проверьте потихоньку. Вышел. Откуда он узнал? Через интернет. Вот Андрей Кураев, мои отзывы, он сначала обо мне, потом я сказал, когда заступился за него. И на его журнале выяснили, как пошли люди разные, разные. Вот когда заходят на наш форум, скажите, как вы нашли наш форум. И там несколько вопросов. Одно через меня, другое через визитку, третье, там с другого форума. А это с форума Кураева. Потому что ваш материал был там. И видно, люди серьезные. Смотри сзади. Не спи. Игнатий Иванович, а Чаплин не откликнулся никак, что вы? Нет. Чаплину, а Чаплине так-то написали. Чаплину. Этот дед-то на меня. Это глыба. Мы думали, он сейчас поговорит минуты две-то и начнет что-то просить. А нет. Он повалил Чаплина и высек его. И более капитально это уже никогда, говорит, не сделать. И чтобы Чаплин поехал, или там Дворкин с Игнатием Тихоновичем встал разговаривать. Да никогда. Это самоубийство для них. Они любыми путями будут избегать любой беседы с ним. Они ничего не знают. Это отзывы, которые идут. Так он не знает. У него академия. Он все. Так в этом-то их и поражение, что у них все есть, кроме того, что у вас есть. О, этот дед, говорит, до того наивный он. А другой, в этой наивности он как раз и побеждает их. Он зовет их к покаянию. Да им века-то не надо. Они добрались туда, чавкают в корыте, Чаплин чавкает там все. Это его дело. Мне не судить, а молиться только за него надо. Я вижу результат того, что открыто, когда говоришь. Мои недостатки восполняет сам Господь. Я удивляюсь. Такой резонанс идет на то, что сказано. Все говорят, более капитального ответа уже Чаплину никто не даст. Ну, правильно, я по святым отцам, каноны, Библию. А если бы он встретился, пригласил, благословился, как всегда у нас принято это. Понимаете, не могут понять. Да как его такого? Ну, здесь другой вопрос. Одно дело, он несправедлив, вот в этом моменте поступает. А в другом он справедлив, он таким не был. А какой будет вещь, я не знаю. Мне не дано знать. Под старость приходит воздержание и мудрость. У старости ничего нет, ни силы, ни проворства. А у меня везде. Сколько же у вас энергии? Каждая, сколько у вас энергии? Опять. И друг у друга спрашивают, откуда у него столько энергии? Все про энергию говорят. А мне до того смешно, я швыркаю, сижу носом тут. Энергия. Четыре дня соплями доблюсь. Втягиваю ее. Это Бог восполняет. Я просто отвечаю, делаю. Ну, тем более, что позади было, они это все видят, люди. Людям очень нужен пример сегодня живой. Все советуют, что с собой брать там. Как, чтобы сразу в эфир выходить и выставляли материалы в поездке. Этого не будет. Мы пробовали, а у нас не получилось. Давай. Я предлагаю прочитать Иоанна Златоуста толкование на этот стих. Ну, кора. Пожалуйста. Ну, как есть. Как я могу. Ширю, 12 томов. Иоанна Златоуста. На этот, ну, не одному стиху 12 томов-то посвящено. Да что же это? Да одному. Ибо так вот любил Бог. Да мы не потянем. Если кто не знает, Иоанн Златоуста толкует название книги «Деяния апостолов», шесть проповедей говорит. На название. Не берет ни одного стиха, а только название. «Деяния апостолов». И дальше начинает проповедь. Опять приходит, опять. И повторов нету. Он как бы опровергает, говорит, она неправильно названа. Это не «Деяния апостолов», «Деяния Духа Святого» надо было назвать. Я сразу согласился. А что бы они, рыбаки, сделали-то? Вот в этом вся задача наша. Говорить. Где-то говорим мы с обидой даже. Но это должно быть в Духе Святом. Я сегодня зашел тут. Дети сидят. Ну, занятия воскресные, как школа у них. У меня прям, Галя Зарк, ну, проведите урок. Я говорю, я тебе направление дал. Ты начни с этого. Отвергнись с себя. Детей научи отвергнуться с себя. Чтобы не было обид. Ни претензий на что-то на большее. Приготовь их умирать. Детей. Расскажи им, например, какая трагедия была в Потеряевке. Он не думал. Он думал жить. Ничего нет. Его нету просто. Смотрю фотографию, пустое место. Научите этому детей. Чтобы они бегали по улице, а потом забегали домой. И была задача не за стол заскочить, а на колени встать. И вас приглашали родители. Ну, рассказал-то-то. Я не знал. Это нет сегодня. Баптистка-то эта. У нее она больная. Горбатенькая такая была. И сынишка какой-то тоже маленькая с недостатком. И он на улице бегает. И у ребятишки принимали его. Не били, ничего. Он нормальный был. Побегает маленькая. Забежит и говорит, мам, давай помолимся. Синее небо меня так манит. Знаю, что там мой Спаситель Христос. Сам вот такой вот. Проходит совсем немного времени, его убирают. Вот об этом надо думать, чтобы был труд Духа Святого в душах. Ее свои-то не очень принимают. Ее принял Господь. Так она не православная была, не знаю. Я разговариваю когда с человеком. Я вижу, она нигде не против. Ее просто не научили, не дали ей понять. Она готовая уже принять всю истину. Мы живем окруженные тайной. И не надо туда проникать, если нам не дано. Просто научиться помолчать и помолиться. Я сейчас зашел только. А там одна такая на меня выходит. Валентина Пивень. Это жена такого руководителя 50-ти. Сказал, Игнатий Иванович, что-то у вас зеленеет. Я думаю, Толя, где она зеленеет? А когда ты в интернете, то там зеленая полоса. Уж не заболели ли вы? Или на молитве находитесь? Сектантка. Но сектанты, я не оскорбляю этим. Просто говорю, что слова иностранных слов. Секта, это организация, религиозно отрицающая институт священства. От апостольских времен. Тут ничего в этом нет. Как-то разграничить надо. Мы православным. Но тоже это не евангельское слово, православное. Но когда были языки ариане, их назвали ариане. Были, которые против Троицы, их назвали антитринитарием. Длинное название. Была секта интересная. Они говорят, а какое священство? Все священники там. И просто собирались, как баптисты. У них прозвище сохранилось безголовое. И они так везде писали безголовое. То есть головы священства нет. Не потому, что они без ума. Вот мне, если бы где-то пришлось в большом таком собрании говорить. Какая самая большая беда. Вот сейчас Путин бы встретился. Бог силен же это сделать. И сказал бы, вот что-то у меня все не ладится так. Что мне нужно первое сделать? Я бы сказал, поставь православную церковь, московскую, в ряд со всеми. Не отдавай ей предпочтение. Ты погибнешь из-за нее. Они везде лезут. Они такие злобные. Они преследуют. А отец Павел как рассказывал. Да я знаю. Они мне все время раз, три человека, он дал указание. Они давят и заблокируют. А пять недель они не работают. Две тысячи восемьсот. Четыре тысячи человек от меня отбрасывают. Люди ждут. Ну что вас блокирует все время? Что вы такое сделали? Еще вообще не делали. Даже не прикасались. Они гоняются. Они выискивают. Что можно еще только сделать? Вот они узнают, какой-то материал у меня выходит. Они до редакции доходят, чтобы мой материал не вышел. Ну ты знаешь, в институте, в университете я веду занятия. Они посылают туда из епархии, чтобы меня оттуда выгнали. Ну я-то при чем? А могут? Они не могут другими быть. Вот в этом вся беда-то в этом. Зачем ты с ними, я бы сказал? Владимир Владимирович, делай как тебе уж Бог на сердце положит. Тебе это... Зачем это нужно, когда ты... Ну от них-то ты ничему не научишься этому. Там единицы, которые только так делают, как надо. Ну ты соединись поближе, может быть, с мусульманами, с баптистами там или с кем-то. Более совестливые люди. Вчера мне с Лондона говорит, вот обращаются мусульмане, где делаются православными. У них, говорят, много обращаются. Какие они хорошие, да. Ой-ой-ой, говорит. Такой это урок для нас. Как они ревностно веруют. Какая вера их такая продуктивная, живая. Андрей Кураев говорил, они талантливы в вере. Не так, что пришел, перекрестился и ушел. Ежедневно пять раз на молитву становятся. Это свой закят платить, как по отношению друг к другу. Вот сегодня скажи им, нужно выставить сейчас в России 100 тысяч убийц, которые подорвут себя. 100 тысяч завтра будут стоять. Почему? У него так. Он считает за счастье. Ученика в школе сидят, второй класс. Ну какое твое желание? Я хочу быть похожей на брата моего. Чтобы меня поясали так же. Я где-то взорвал, чтобы эти неверные, то есть христиане и другие взлетели на воздух. Его уже никогда не изменить. Его можно только убивать. А его убивать за что? Но он уже весь трясется. Он герой веры. А и у нас, посмотри, какие они. Его в армию, в рудохон от армии увиливают, чтобы только в армию не попасть. Что сравнивать-то? Это поколение шли на это, чтобы воспитать сотни поколений, наверное. Нам нужно везде учиться, день и ночь. Вчера мне отец Сергий Дудин выкинул один ролик. А англичане, я так понял, англичане поставили фильм «Империя России». Там ничего критического нету. Хороший. Они мелкими кадрами, как Россия размножалась, как шла. И доходит до момента Николая Второго, и фильм обрывается. Он как бы художественный, но этапами рвет просто. Как она расползалась, потом по карте показывает, как из монгольского Игоя, что Иван Грозный. Главное-то вошли в историю тираны. Петр Первый. Сколько погубили людей. Только пока закладывали Петербург, 25 тысяч человек умерло. На костях. Весь город на костях стоит. А он людей, говорит, он вообще их не видел. Для него это просто был рабочий труд, или как его. Он их не видел. И все показывает. Весь фильм я сидел, только думал, Господи, да где же мы будем-то? И какие мы, да еще к другим людям лезть? И кого мы можем учить-то? Забыть все. Два слова повторять. Христос, Библия. Христос, Библия. Христос, Библия. Больше еще. То, что мы упустили. И ужасно. В принципе, уже и время, но еще один стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Сказал это слово, вам понятно, что? Ты думаешь, что знаешь. Сейчас спрашивают в интернете. Скажите, разве это правильно, что какой-то там мирянин обличает священника? Разве это можно делать? Так, я спрошу тебя, можно это делать или нет? Нельзя. Нельзя. Так, ты как думаешь, Михаил? Мирянина священника обличать можно или нет? Думаю, что может. Что он говорит? Думаю, что может. Может. А ты как думаешь? Да. Да. Я выбрал все места из Библии, не мне вопрос задан-то, но я к нему подготовился, а тут в это время и ко мне уже вопрос подъехал. Все места из Библии, допустим, я беру 30 мест, которые говорят, тебе не надо его обличать. Если Слово Божие ты знаешь, ты просто цитируй место и все. Слово дано для обличения, для наставления, вот и все. И говорит, обличи брата, не написано священник, он епископ или патриарх, он брат. Это то звание, по которому Бог соединил нас. Он брат. Если ты видишь, он поступает, почему ты ему не сказал? Это в житиях есть такое, два священника и диакон, и распорили. Диакон говорит, вот так надо делать, и неправильно. А он говорит, ты делай, как я тебе говорю. Оба видели, священник, вернее, священник видел ангела. Ангел приходил, сослужил. Он говорит, я спрошу его все-таки. Ну-ка, ангел подошел во время, когда руки поднимает, он ангела увидел. Он тогда говорит, ты меня прости, я спрошу. Вот мы с диаконом тут уж который год спорим. Кто прав-то? Ангел говорит, диакон. Да-ка, почему тогда ты здесь служишь, а я, говорит, тебе не служу. Я Богу служу. А ты слушаешь, что тебе говорят. Вот и весь сказ. Я Богу сослужу. А я вижу ангела, я думаю, что я такой святой, что около меня ангел тут день и ночь заботится обо мне. Вот так мне. Что говорит Филак Болгарский на этот стих? Здесь говорит больше именно, что если знание будет с любовью соединено, то и тогда оно несовершенно. Ибо никто, будь то Петр или Павел, не знает ничего так, как должно знать. Что же надмиваетесь вы, имеющие знание без любви? Ибо если бы вы имели знание и вместе любовь, то и тогда еще ничего не знали бы в совершенстве. Я хотел тут как раз вспомнить и о надмении, и о любви, и вообще о знаниях Антония Великого. Уж величественней-то, наверное, не было фигурой, я так понимаю. Вообще становитель монашества, такого, которого мы сейчас знаем. И на него это надмение напало. Вот мы вообще про святых отцов говорим и так далее. А ведь он к себе точно так же относился, как вот, я говорю, что в нас двойственные чувства. Потому что, когда на него напало это искушение, и он до такой степени, он интересно поступал. И правильно, он начал молиться, вот на него напало. Я уже такой святости достиг, а кто мог, так же, как я мог жить-то. То есть все, нету никаких тут неверующих, я один молюсь Господь. Он неравный по святости. Да, кто сравниться может со мной, Господи. Ну и Господь ему отвечает, иди в такой-то город. Это уже для него удивление было. Там найдешь такой-то дом, даже не дворец, оказывается, ничего, не пещеру. И там будут две женщины. К ним обратишься, они тебя научат, как нужно свято жить. И он пошел туда, пришел, нашел этих двух женщин. Оказались две снохи, с двумя братьями живут. Они упали ему в ноги тут же, его признали моментально, Дух Святой им подсказал. И говорят, да что ты к нам пришел-то, мы недостойны. А как недостойны? Да мы только этой ночью, говорит, вот были вместе со своими мужьями. Ну какое святость, а у тебя ты там годами живешь уже, в пустыне молишься. Удивление было его до такой степени необыкновенное, он не мог рта даже открыть. Молился только ко Господу, чтобы Господь, а потом уже и задает ему вопрос. А тогда с чего Господь-то меня к вам направил? Что-то должно быть. Как вы живете, как что? А мы, говорит, живем, вот не ссоримся, уже 15 лет, говорит, вместе. И как вам, нисколько, и на кухне даже. Да нет, вот готовим пищу, все, как прибираемся тут в доме, все. И пошел святой дальше служить Господу. Может быть это, кстати, его и побудило, когда аряне его признали своим, Антонио Великого. Он вышел в Александрию, вышел, и написано, проповедовал в Александрии по ближайшим окрестностям, до тех пор, написано проповедовал, пока все люди не узнали, что он не арианин, что он православный. Однако. А кто еще может высказать по этому поводу? У кого есть знания? Кто не надмивается своим знанием? Ну, у нас время, Игнать Игоревич, молимся. Вы слышали, я про это рассказывал, как один монах умирал, был примером для всех, молчал. И они решили от него получить наставление, чтобы помнить и друг другу передавать. Вот жил среди нас, они его почитают святым. И он все молчит, губами помулявит, опять молчит. Ну, хоть что-то нам скажи, вот. Ой, Марфин. Все вы свиньи. И помер. Слушал я и слушал вас, и понял. Можно я еще скажу? Игнать, это, брат закончил с такой мыслью там, и кто там может поделиться знаниями? Знание, тут про знания, где говорится, это не говорится о Слове Божьем. Вот брат сказал здесь, пять раз я, говорит, точно прочитал там, ну, пускай не всю Библию там, места какие-то. И вот это уже никто не скажет. А что ты тут кичишься им? Это молодец, брат, он прочитал. Это пример уже начинается дальше. Все бы так читали, мы бы уже сидели, уже бы вот так беседовали. Вот так, как он, находили бы слова, защиту или контр, но, однако, уже идет рассуждение какое-то. То есть, знание это не Слово Божие, не Слове Божие тут разговор идет. А вот об этих идолах и так далее. А кто о них что может знать? Ко мне подошел один новый славянин. И такой, а что, это у вас на что, на русском языке книги все? А что у вас на русском, почему вы же это, стоите как вроде одеты, ну, церковный какой-то человек. Почему у вас не на нашем российском языке, древнем, вот тем, там, том славянском, которым говорили? Я говорю, какой славянский? Ну, на котором еще славяне разговаривали. Вы же должны корни наши те еще соблюдать. А как, на каком разговаривали-то? Ну, как на каком, которые писали? Это руны, которые, да-да, вот эти вот руны, которые на бересте там находили, да еще где-то на глиняных табличках. Я говорю, а кто их перевел-то? Ну, вы-то должны узнать, что вы, говорит, на русском-то языке, зачем вам это надо? То есть люди думают вообще непонятно о чем. Вот они эти знания. Вот о таких знаниях, которые никто не знает. Люди сами придумывают себе, а потом думают, ну, мы-то знаем, выводы все сделали. А тут вот эти ребята, которые к нам пришли, они показали. Они даже в книгу Библия смотрят. Вот у них, вот такая Библия у них. Затрепанная. Вот так вот прям взял. Хоп! Вот отсюда вытащил ее. И довольный. Раз. И сидит. Он его не выпускал вот так. Края все загнуты. Видно, что из Мусолина хорошо. Ну, то есть читал парень. Ну и что? А ничего объяснить не может путем. Ничего. Никаких познаний. Ни о крещении. Ни о чем нету. То есть знания, о которых здесь идет речь, это не знания священного писания. А совсем другие познания мирские. Нина Александровна. Но здесь ведь речь-то еще идет о знании-то не о том, что вот это мы слово знаем. А премудрость Божию. Знание-то закона в премудрости Божией. И Псалом 118, 18 стих. Так же. Ой, так же. А закон твой люблю? Да. Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. И кто этот закон? 102, по-моему, да? 118, 18. 118 Псалом, 18 стих. Открой очи чудеса мои и увижу чудеса закона твоего. То есть, опять же, это все зависит от Бога, от Его величия. Как Он, ну, только Он, еще вот Игнать, мне очень понравился, Игнать Тихонович приводит пример там, в этом вопросе. Вот недавно его коснулся. Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. Да, если Господь не откроет, то мы, мы своими вот этими надмениями, конечно, мы ничего не можем. И сердце должно быть каким? Чистым. Блаженно кто? Чистым сердцем. Ибо они Бога узрят. Так для этого толкование у нас и есть еще. И знатоуст. Да. В Библии же сказано, одному дается слово знания. Дается. Другому слово мудрости. Мудрость возвысит. Знание твое среди вельмож будешь сидеть, где простолюди на возвысит. А так ничего не надо знать. Да. Ничего не знать даже ты вообще ничего не знаешь. Всю жизнь должен собирать по крошкам знания. Знания божественные не нужно отсеивать. Аминь. Аминь. Спасибо Христос. Это мой голос. А вы потихоньку, Игнатьевич. Мы услышим. Боже, милости в будни грешного. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, прости меня, грешного. Помилуй. За молитвы святых Отец нашего, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истинные, и живи с Десе, и вся исполняй сокровища благих и жизнью подателю. Приди и всели со мной, и очисти на ее от всяких скверных. И спаси блажь души нашей. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небесе и на земле. Хлеб наш насущный и дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якожа, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Твои царства, силы и славы вовеки. Аминь. Господи, слава Тебе за этот воскресный день, за эту святую возможность собираться у ног Твоих и получать со словами истины. Услыши нашу молитву, почти добрые жители вселения наши, знающие закон Твои, уставы Твои, о недобрым прегради путь. Укажи, где мы должны остановиться в этом благовестии, приготовь нам все необходимое. Ибо Ты, богатый щедротами, возри на нашу худость и бедность, дай нам еще священника и болящего Акима восставить. Укажи место для занятий. Умудри нас в этом благовестии, приготовь людей, сердца их. Благослови тех, кто помогает. Благослови тех, которые враждуют против нас и поносят. Не дай им погибнуть. Защити место сие. Благослови правителей в этой стране. Патриарха, епископы, всесвященство. Наставь всех на путь истины, дабы подвязались единодушно за веру евангельскую. Тебе, Боже, хвала, слава, счастья и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Я еще хотел сказать, чтобы знали, о чем молиться. Дело в том, что когда я сдавал материалы, еще было в газетах, для меня это было беспокойство большое. Они узнавали, когда, любыми путями, чтобы материал не вышел. Вышел фильм. Второе крещение, или называется «Глаз вопиющего». Малашин. Я в это время нахожусь в ГТРК. Меня вызвали туда, чтобы сказать слово перед фильмом. В это время звонит уполномоченный. Тогда был Весенков Геннадий Иванович, а помощником у него Александр Петрович Седишев. Старые коммунисты. Тот с Москвы специально послал был. Я говорю, почему вы решили вдруг... Вчера говорили прийти, я пришел. Приехал режиссер, а сейчас вы фильм не хотите показать. Он уже вышел на экраны и идет по стране. Ну, мы созвонились с благочинием. И Войтович сказал, нежелательно ставить его. Там вражда настраиваются люди против... Главный-то корень-то в том, кто. Да ты этот фильм-то посмотри хоть один раз. Глаз вопиющего или второе крещение называется. Это не все. Однажды я получаю такое известие. Абсолютно точное. На сто процентов. Дело в том, что на меня вышел один главный редактор. Общесоюзные газеты. Даже не газеты. Бывает и журналов. И говорит, готовим у вас материал большой. Большой. На видном месте. Там со святыми фотографиями. Но, чтобы никто не знал. Если узнают церковники, они зарубят сразу. То есть они везде-везде лезут и пакости делают. Даже вот никакого предела нет, где бы они не делали эту пакость. Их там не касается. Они думают, я сейчас зажму, Лапкина не будет и все. Ну, не будет. Я не сказал. Ну и что дальше? Это означает, что ты погибший. Вторая параллель помянула. 25 глава 16 стих. Когда он обречал, а царь говорит ему, а кто тебя ставил обречать меня? Замолчи, чтобы тебя не убили. Он говорит, ты согрешил и не слушаешь. Я понял, Бог решил убить тебя. Я отошел от него. А они приговоренные к смерти. Они не понимают. Ну, ты говоришь, а, ну как, да ты же мирянин. А мозг кто был? Пастух обыкновенный. Я сын пастуха. Я на полях вырос. Мне это Бог положил на сердце. Я говорю, Бог посылает. Он говорит, я пастух. Иди, пока я тебе не надавал. Пастух. Я избираю тебя, ты иди. Ты посчитай, которые шли люди-то. Кого Бог посылал-то? Ну, спроси там, Осия, там, другие. Кто они были? Бог посылает сказать. Они обречительного слова никакого не принимают. Если заметили, что-то им не нравится, любыми путями истеребить. Да какие же они? Нужно сказать, что я ищу обречающих меня. Да я так сказал, слышал. Я пристану, как репей. Скажи, в чем я не прав? Ты скажи, я сейчас буду исправляться. Сегодняшний день начнут. Да нет, это я просто так брякнул. Нет, ты не просто так. Ты что-то знаешь про меня? Говори мне скорее. Может, я умру, в этом знать не буду. Они совершенно другие, иные. Они не мирские, а хуже мирских. Почему Господь показывал, когда и говорит, пойдите к язычнику. А какой народ поступает так, как вы? Это говорит Богоизбранному еврейскому народу. Это я говорю, еще так это... Это настоящее время. И меня только предупреждает об одном. Смотрите, чтобы никто не знал, что мы готовим о вас материал такой и прочее. Приезжает, представь себе, из Англии, прилетает здесь. А Москва с удовольствием дает сопровождающие прилететь по Теряевку. Ну тут узнали на пути. Зачем вы едете по Теряевку? Как зачем? А что? Ну, это... А мы с вами не советовались. Вы зачем нам это? Уж там еще опасно, взрывы какие нет. Ну тогда и все, до свидания. И они сразу на задпитки. Где можно и нельзя, они везде будут лезть. Везде. И вот сейчас они где есть, то такая активность у меня, какая активность там. И вот он говорит, вы против дати опровержения? Против книг сейчас война там идет, просто буб идет по интернету. Ну хотя бы одно какое-то было. Никакого нету. А он сказал на опресных, как служит. Батюшка и говорит, ну ведь вы служите на... Да как всегда я служу. Но я имею мнение. Да я знаю, что были дни опресных. Вообще вы думаете-то? Католики правее нас. Что тут больше-то надо? Так вы еще, еще можно эти католикам подайте благословение? Я об этом и думаю, что поедем и к папе подойдем под благословение. Я ему подарки сделаю тому и другому. Это церковь настоящая. Попаду... Я просто не имел времени, а Григория на Армянской были. Мы подошли под благословение. Нам уезжать тогда стоит... Мы познакомились с ним к сердцу. Я подошел, благословились. Они благословляют маленько, не так наклоняешься. И он сверху потом руки кладет на голову. И мы поехали. Договорились молиться друг за друга. И что? Я изменил веру свою? Или чего? Чего вы беснуетесь-то? Не говорить нельзя об этом. Надо знать. А не лютуете за то, что мы не покоряемся. А что я тебе буду покоряться? Это я Богу покорился, мне этого достаточно. Я не могу покоряться этой лжи. Так между собой тогда сцепятся. Одни положительно говорят то, что я говорю, материалы, а другие отрицательные. А вот отрицательных ничего нет, а одна ложь. А те говорят, вот материал, вот материал, вот я узнал, там обратился человек, вот эти новые. Там в другой стране уже ушел к сектантам, попал в наш материал, я говорю, сразу вернулся в православие. Да вы смотрите маленько-то, говорит, на дела-то. Вы что делаете-то? Вот Павел, священник, где есть, так они везде собирают его, раздают Евангелие и тут же арбуты сжигают. Попой. Это вообще даже, это как напасть на Россию. Если бы Павел с тобой, был случай такой, я просто так говорю, я бы сказал президенту, не лепись ты к ним. Ты работаешь, что тебя народ избрал. Это не теократическое государство. Ты погибешь вместе с ними. Они не знают Бога. Они недвижимы духом святым. Они только ненависти движимы. Сейчас Андрея Кураева, хвост и в гриване. Там как только его не поносят. А все вместе взятые, они ничего не могут сказать, что он говорит. Я его любое слово растолковываю, что он говорит, и там ничего нет ухулительного. Он правильно говорит. И вот об этом молиться надо. А раз молишься, тебе мысли все время будут другие, чем вчерашние. И вдруг на молитве сажусь, у меня материал появляется мгновенно, появляется материал. Мгновенно откуда-то со стороны выходит человек. Вот вы в разговоре упомянули вам вопросы-ответы. Да, за столом сидели, я прочитал. А мы были как-то вопросы-ответы с Игорем Добуновым. А это вопросы не такие, не из моих книг, а которые из интернета мне задают, а я отвечаю. И там фотографии человека, кто задает. И мне говорят, надо ролики такие сделать. Ты как-то выбери на неделе время, если будет. И мы прям сядем на интернет. Ну давайте, конечно, никаких вопросов. Я сейчас звону, у меня и не голос. Ничего, ничего. Люди просят. Как вы здороваете, и мы можем. Не надо просто об этом молиться. Да, аминь. Вы с Ичинск, куда вы спели? Какие ролики вы спели? Вот эти ролики из выходных дней. Куда вы спели? На форуме. Не дурак, да. Брат, на вопросы начинать. Дурак из-за такой-то, такой-то численности.